Друзья, первая карта уже начинается, придаем слово нашим комментаторам. Спасибо, спасибо, ребята! Всем привет, дорогие друзья, любители красивого Counter-Strike! Наконец-то финальный день второго СНГ-РМР от StarLadder начинается прямо сейчас. Team Spirit против Na'Vi Consolidation Final. Победитель выходит в гранд-финал, проигравший занимает третье место. Понеслась! Да, приятный для зрителей день и очень сложный для команд. Всем действительно добрый вечер. Поехали смотреть. У нас уже полным ходом здесь пистолетный раунд. Na'Vi вчера очень классно стартовали свой матч с Gambit. В принципе, куча классных стартов у них, да, дебютов на картах было. В принципе, очень уверен, начинаю эту пистолетку на первой карте против Spirit в атаке на мираже. Но Чоппер и сам Дайанг против. И уже большинство для команды Spirit. Элику приходилось бы раскручивать против двоих один дамажный. Да, да. Отличный день сегодня намечается. Отлично, что есть возможность еще и какие-то призы получить. Пока просто наслаждаемся кейсиком. Ради этого мы сюда пришли. Простой вроде как раунд для Spirit намечается. Только одна потеря. Но для сам Дайанга не критична. Центрный бонз к первому депозиту вам обеспечен, если вы новый пользователь. Ох, а вот это начало. Ну, попытались реализовать импэшки. В упоре старт на яме уже развален. Заход коннектора проворонил. Абсолютно Чоппер. Мир сконцентрировался на информации выход яма и получил заслуженный спрей в спину. Да, и вот окно теперь не разбили. И мир такой, ну, походу, пошел-ка я на сейв. Да, пойду прогуляюсь под бэп на обратно. Вообще без вариантов. Как-то за 25 секунд времени Spirit остались вдвоем в этом раунде. Ну, видишь, ждали что-то коварного хитрого. Судя по окну, там, мидл, нави, как любят, будут занимать. Подсадку в окно. Там, коннектор проверять. Проверять, да, по итогу бац-бац. И все. И раунд закончился. Нави, опять же, на индивидуалочке очень жестко вывозит стартовые моменты. Фраг от Бумыча, два от Бита. И, в общем-то, на этом раунде можно завершать. Но момент, который, наверное, минимум радует спиритов, это то, что, во-первых, они сейвят. Во-вторых, да закупка будет в следующем раунде. И можно будет уже, ну, вернуть все в нужное русло. С осознанием того, что Нави, возможно, не столь характерно, как спириты, да, ожидали от них. Так неосмотрительно будут играть. А где-то дико, да, возможно, для них просто вышибать с ноги, с двух ног пленты. И во все четыре глаза, не знаю, на каждого просто смотрится матч Нави Гамбит. Настолько внимательно, насколько только можно. Каждый момент, каждый микро и той другой команды раскладывается по полочкам. Тут те же карты. И, конечно, у спирит есть какое-то соображение того, как нужно переигрывать в таком моменте, даже если вы андердог. Долгоиграющая дуэль. Элик заметил широкий стрейф, ну и да, строго не отпускает Чоппера. Леониду деваться уже абсолютно было некуда. Либо ты выигрываешь дуэль, либо тебя перестреливают в 5-3 со старта. Так, пошла у нас перетяжка. Уходит тикетбокс. Уходит, кстати, направление базы B. Есть плюс шорт. Ну и если что, как бы уже сейп. А знаешь, по поводу вот вчерашнего матча у меня такая мысль возникла. Просто Нафаня говорил, что приходится делать что-то не то, да, против Na'Vi. То есть не то, что ты делаешь обычно. И Na'Vi, скорее всего. Он говорит, Бумычу вот очень непросто. Тоже приходится делать что-то не то. Но при этом, знаешь, все говорят там, ну, матчей слишком много, гамбит Na'Vi. Но насколько, прикинь, у них возрастает стратбук у капитанов, у ингейм-лидеров. Типа, был дефолтный, как вы играете, и к этому приплюсовывается за два матча, когда вы супер недефолтно играете. И в игре против других оппонентов теперь вы можете и так действовать, и так действовать. Это очень прикольно. И я очень не завидую в этом плане команде Spirit. То есть Na'Vi в первом своем девайсном раунде показали, что мы можем и так. А в следующем раунде показывают, а можем, как и старые Na'Vi. И сейчас просто там у Чопера, ну, я не знаю, будет голова взрываться. Думать, то есть как-то прочитать будет очень сложно в этом плане команду Na'Vi. Тут момент в том, что еще финал играть победителю этой встречи. И рассекаться на три карты не хочется, наверное. Ну вот опять, дверь с ноги, база у команды Spirit вообще нет. То есть вроде как бы, да, пистолетку взяли, Force взяли. Но опять же, вот одной пистолеткой здесь сыт не будешь. Без шансов, без шансов. Я не знаю, стоит ли вообще делать entry-tech. Сейчас, конечно, будут пытаться, просто надо уже переламывать. Просто пауза была. Подступают к этому моменту, коннектор минус, остается джангл 2, стикетбокса. Все. Так все быстро, а. Все слишком плохо складывается для Spirit. Нужно спасаться бегством. Na'Vi не прощают. Они реально такую доминацию показывают. Знаешь, чем-то похоже по ощущениям как раз то, что мы видели на первой карте Na'Vi Gambit, собственно. На Дастя. Я еще, знаешь, какой теории сторонник? Что вот лучше в финал выйдет команда, которая реально покажет игру, да. У нас будет классный финал. Чем случится, конечно, там сенсация и как-то еле-еле выиграет команда. Видеть на мажоре. Как-то бы еще Virtus.pro там замаячили бы было тоже неплохо. Пока тут, ну, развал. Ну, M-ка уже, да, похоронили. В принципе, отталкиваться больше нечего. Пистолеты судорожно пытаются вонзить как в спину. Чоппер подходит. По той же самой траектории Dexter. Так, сам легко погибает и сам Dayan. Ну, просто вот. Две секунды фраг, две секунды фраг, две секунды фраг. Четыре-два счет. Сюда на меня сотри. На меня сотри. За кого болеешь? Какой хэштег пишешь сейчас? Ну-ка, повтори мне лично. Потому что если не смотрели, да, там. Один с ноль, вторая половина для Na'Vi была. Два ковры. Декстер, походу, второго не ждет, но попутным ветром просто заносит. Какой здесь тайминг! А теперь Electronic Round хочет выиграть для своей команды! Не, ну, все логично произошло. То есть Dexter окей. Даже второго, по идее, здесь не очень долго было выиграть. Но разобрали его жестко, действительно, по таймингу. Ну, дальше ничего сделать не получилось. Только эти два фрага от Dexter сейчас и есть приятным. Такой шанс! Такой шанс только, чтобы у Spirit... Ну, я не понял, как дальше действовали. Ну, Dexter окей, а дальше... Халпа не успела. А кто был на точке? А может быть, в повторе, кстати, уловим этот момент. Деньг опять же нет. Вот печально для Spirit'ов. Сейчас помимо 5-го, да, есть М-ка сейвленная, но... А ты на Spirit? Я не сказал. Заходите в социал кейс StarLadder. Вот это байт! Я понял, принял, да. Хорошо. Да, StarLadder CSGO во всех социальных сетях, друзья. Подписывайтесь. Что, а пока пистолеты. Смотрим. Окружение базы B, сплит, шарта и апсов. В принципе, очень аккуратно. Тут вот звеном зачистки так действует. Не без флешек. Все это забирают Мэджикса и... Сейв на сейве сейвом погоняет. Ну, так ли нужен этот сейв уже, Team Spirit? Ну, вот с бонусами стакается. В принципе, 2к там есть. Здравая логика подсказывает, что, возможно, он не нужен, но делать его надо. Самдаян, хорошая голова, Виктор. Ну, вот хотелось бы, наверное, здесь за девайсик побороться, который он выбил, но у Na'Vi другая идея. Этот как раз девайс, скорее всего, и не отдаст. Да, еще и приговаривает. Приходят, брата, брата позвал. Симпл пришел с айвиком, говорит, что там, кто? В голову, строго. Уже на рокировке Чоппер находится. Девайс ему забрать не дадут, его выкинули в сайт. Если я, опять же, успел заметить на экстрайсе, верно? Вроде нет, да. По-моему, выбрасывали, да. Так что без калаша для себя оказывается Тим Спирит. Шестой в копилке у Na'Vi. Пока рожденные побеждать. Просит флешку или нет. Под флешку открывается. А здесь Симпл Блайнди. Вот и второй энтри фраг. Находит для себя Тим Спирит. И, кстати, ситуация только лучше становится. Мультикилл даже. Вот, два сделали. Энтри безответных абсолютно. Хорошая комбинация под яму. Так, Перфекта. Это что? Это он вычислил из лифтов в жанре парня. Ну, пока это единственный размен, который, наверное, для себя нашли. Ну, классная позиция. Перфекта, да, известно. Два опорника будут оставаться на базе Б. Третий пошел туда халповать со снайперской винтовкой Декстер. Успеет или нет он дойти до окна, пока будет проход. Вот он окна и ждет, в первую очередь. То есть, он же знает, что там где-то в лифтах был парень. И на всякий случай остался пока контролить, чтобы в спину не обошли. Ну, я имел в виду больше из окна вот в апсы смотреть на базу Б. То есть, проскок какой-то Нави здесь заметить. Потому что гранат, обратите внимание, у них нет. Там смока, флешки не будет. Там чисто до контакта выходить. Борис. Нормально, первые прошли. С миром будет посложнее, по идее. Но тут оказался без позиции. Десять секунд времени. Электронику дают поставить бомбу. Не успел Декстер. А мог бы помочь, на самом деле, здесь опорникам. Но опасался, да, за Илью Перфекта. Жестко, жестко вырубает Чопера, Перфекта и Декстер. Последний. Ох-ох-ох. Ну что, пойдет или нет? Диффуз китов нет. Ну, соперник, понятно, где один. Где-то второй танцует вокруг плента. Тут бы даже один в один было очень сложно танцевать. Временем было надо на это потратить. А тут прекрасный огонь. Да, и до сих пор Декстер не увидел первого игрока. Его уже услышали. Теперь Декстер пытается сбежать на отместку электроника. Выцепил. Но, учитывая экономику Дениса, это не то чтобы проблема для Нави. Сейчас, может, еще Авика, кстати, не будет. Не-не-не, не пойдет. Перфекта. Ну, красивый раунд. Перфекта, вот, с заниманием своим лифтов. В яму попросил флешку. Да, сделали фраг один-второй. Но миндав все равно не было. Нави этот момент разыграли очень внимательно. Бит прострелом забирая Чопера. Надежда, опять же, тут на снайперскую винтовку. По идее, Декстер говорит, ну, пацаны, подсадочку надо быстро оформить. Проходят же люди, можем не успеть. В этот момент уже ставится бомба. Он здесь никого не заметит. Ну, Максим, что мог видеть, ковры. Но ковры давно вышли. Нет ни одной позиции, которая реально подставилась бы под снайперский прицел даже в подсадке. Так что Нави уже выигрывает первую половину. Вот это старт, конечно, отрожденных побеждает. Парни как будто, ну, реально пытаются заспидранить эту встречу, чтобы сил особо не тратить. В прошлый раз, кстати, спириты проиграли нижней сетке команде Virtus.pro. Но Virtus.pro по итогу финал проиграли Гамбитом на прошлом RMR. Ну, просто вот, ну, не доходит. Не доходит спириты до финала. То есть, я вот тут Сене, наверное, в большей степени согласен на все 100%. Что спириты хорошо, на определенном уровне держатся уже очень долго. Но вот качественного шага вперед не получается сделать. Отработан Молик за белый. Но тут уже прошли. Ого, Декстер. В коннекторе просто фраг нашел. Ни одной гранаты на него не приземлилось. Походу Нави здесь чутка загуляли, за что были наказаны. Мир с Амиком пытается показывать агрессию. И здесь уже он демонстрирует неосторожность со своей стороны. Подловили сам Дайанга. Ну, Нави за любую ошибку наказывают. Наказывают пока что Декстер. Пытается еще выручать. Держатся, держатся, да, спириты. По крайней мере на плаву. Здесь три в три. Ситуация опасная. Электроник уходит. Чоппер до проверяет. Не будет он понимать, остался там человек до конца доигрывать или нет. Где бомба, опять же, тоже неизвестно. Так, а Симпл у нас где? Непонятно. Ну, там, походу, самое интересное сейчас может произойти. Симпл нашли? Да, вот что мы с Симпл-то не смотрим. Нашли Чоппера. 50 на 50 ситуация. Все еще нет никакой инфы. Просто, насколько я понял, Симпл аж в лифтах тоже уже оказался. То есть, думал я подвал или нет. Ну, так, выруливают спириты. Бит последний против двух снайперских винтовок. Вот это поворот. Декстер, Мэджикс, выходит уверенно. Но целился четко, зная, что снайпер просто будет сидеть и смотреть выползание. Но это не было выползанием. Это был жесткий пик. По итогу Валерий Ваховский остается один в один против Мэджикса. И Борис дарит своей команде выигранный клатч. И третий взятый раунд. Борис вчера до трех ночи стримил вообще. Как сил хватает? Я не знаю абсолютно. Но вот главное, чтобы действительно хватало. Третий раунд в аксиве у Тим Спирита. АВИК забирается с трудом. Выбрали стараниями снайперских винтовок во многом. Декстер. АВИК готовят походу вскрытие точки А. Ого, Чопера домашний. Пошел допушивать. Ха-еш-ква! А-а-а! Вэт халпа! Вот это ведь, конечно, дал Чоперу выйти. Ускорение придал Чоперу просто в яму. Тот залетел, конечно, на скорости, но уже мертв. Рокки Джамп в другой игре, ребята. Ошибочка. Миры наказали тоже. Мэджикс пытается уже просто на курашах. Вот что это сделает с Амдаян? Тут, как выглядит Бумыча, перестреливает его ситуацию. 2-2 оказывается. Но игроки НАВИ уже занимают аплэнд. Но есть возможность у Элика вообще дойти до КТ. Симпл видел локоть. Изи для него. Все, ставит под Элика. Ставит на дефолте. Электроника проблем не будет, потому что выход с Амдаянга. Очевидно идет джангла коннектора. Этот момент сейчас будет тоже под присмотр... Два с КТ играют. Ну, с такими ХП... Если, конечно, Симпло... Не, он даже не посмотрел. Думаю, парни просто не разобрались немного в этом эпизоде. В любом случае, да, там красиво и в Эншпиле работали НАВИ. Мир за углом. Пока, кстати, его не особо проверяли, но стрельба не подводит. Ни Бумыча, ни Перпект. На вскрытие два фрага дают. Декстера тоже в сайте обнаружили. Ножом по маслу гуляет команда НАВИ. То на Б, то на А. Да, без перспектив. Пока что Чопер не предусмотрел момент. Ну, вот тут такие вот просто от себя, я не знаю, фантазийные ситуации. То есть, чего легче, да, выйти в смог. Все очень смело, очень нагло делают НАВИ. Все летит, все получается. Б вообще тут, знаешь, особо как-то не мариновали. То есть, выходит шорт. Вот, ты стреляешь по мне с дегла первую в тело. Окей, у тебя не хватает, да, момента попасть мне в голову. Ну и все, я тебя не прощаю дальше. Как-то так, самдаянка один. Десятый раунд для команды НАВИ. Вот так вот потихонечку первая половина у нас уже под занавес подходит. Да так сильно Спирит работали со своей атакой, что защиту забыли, походу. Мир со снайперской винтовки. Туда наливается смог. Любая флешка на шорт. И как бы база будет окружена с двух сторон. То есть, Чопер вообще с коннектором не подстреляет. Но Мир делает фраг, Чопер делает фраг. Декстер все еще в позиции на КТ. В него, кстати, не будет смока. НАВИ нужно проходить чисто от стрельбы. Выпускает Симпла на охоту. Симпл! Декстер его даже не видел. Даже не было шанса у снайпера Тим Спирит в этом моменте сработать. Может быть, получится ретель. Не дают пока что установить бомбу. Подстраховочка от Элика Симпла. Выжигается дефолт. Симпл сам пошел работать. Теряет электроника за спиной. Знает точно о позиции. Флешка. Это вообще хаешка была за спину. Два в два. Кстати, есть коктейль по-прежнему. Не туда летит коктейль. Уже по тизу сменил. Про Мира вообще забыли. И вот Мира себе напомнил, забрав Симпла. Перфекта один в два. Примерно понимает позицию одного и второго. Времени 9 секунд. И тут морозится просто. Ставь бомбу, потом мы что-то придумаем. Перфекта. Разводит на эту самую бомбу. Не, все, 3 секунды. Не того поля ягода, чтобы подставляться под подобную дуэль. Перфект. Опять в пользу Спирит за защиту. И потом где-то у раунда в атаке Спирита не взяли. Ну, здесь наоборот он может быть. Ситуация максимально отличается пока что. Самдаян, там еще второй игрок. Только сейчас понял об этом Самдаян, когда для него уже было слишком поздно. Но опять Навин наращивает численное преимущество на карте. Дают коктейль. Хаешку под экстра. Коктейль не догорает. Хаешка не долетает особо. Ну, по крайней мере, выключили его из борьбы на какой-то момент. Сами, кстати, при этом не заходят. Бомба, обратите внимание, сброшена. То есть пикается без нее. Аж тут Бумыча. Электроник. Да, и Бумыч пошел. Купил путевку на базу Б. Чартерным рейсом. Вылетает срочно. И сейчас, по-моему, следующим рейсом будет вылетать команда Навин. Или Бумыч зайдет спину. Там столько аудиоинфы сейчас по центру. Симпл так контролил. Вот, да. Фраг с Авиконом показывает киуфидер. Сто он находит минус. Перфект прочекал. По всей плоскости карты решили себя показать игроки Атаги. Бумыч хорошо, конечно. Но вот у него 16% здоровья. То есть, на удивление, может, хедшот поставит. Когда пойдет выбивание. Когда догадается, что база Б у них. Тут попробуй догадаться. Одновременно показали себя и центр, и аплэнд. О, бомба, кстати, под тиммейта. Это прикольно. Интересно, как на это будут реагировать спирит, когда увидят такой плент. А увидят ли? Сейчас, возможно, на Бумыче все и закончится. Ну, Авик. Гуляет на плодинк. Нет. Стога в голову. Два пирсинга по левому уху одного, по левому уху второго. И вообще. Изи. 1-4 первая половина. Ну, вот такой вот счет. Первая карта оказалась очень жесткой от Na'Vi. При этом дальше Dust2, который вчера они выиграли у Gambit. Но если будут играть как вчера, то я вообще не знаю, что спирит может спасти в этой ситуации. Вчера Na'Vi были непобедимы на этой карте практически. По-хорошему Na'Vi. Короче, фулл фокус. И вот пока форма, пока летит, это все, да, нужно все забирать. Делать разгромный счет на двух картах и выходить в финал. Давать себе время и на отдых. Хелик, смита, подстраховка у него есть. То есть, перекрестная гоня работа. Симпл прикрывает тоже. Бумыч, ну, все работают на точке. Все, в принципе, в центре вот Na'Vi отработали на ура. У Лени нет бомбы. У Лени вариантов только идти на миддл. Но там вот так игроков уже перестраиваются в комфортные для себя позиции. Там, по-моему, и в спину даже, наверное, Бумыч пойдет. Ну, Бумыч, хлебок не корми, дай ей что-то попушить. Так, возвращаюсь, окей. Или иду, или возвращаюсь. Короче, колет из безопасного положения. Пока его два тиммейта охраняют бомбу. Ну, и смотрит, конечно, при этом яму. Чоппер, есть вероятность, что вернется через нее. Ну, все, теперь втроем на миддл. План все лежит и лежит. Чоппер остался, кстати, с десяткой пуль. И еще четыре есть дополнительно. Ну, вон, пятно крови, там пистолет есть, нет. Ну, он не хочет дропать пистолет свою любовь. Понятно. Тут, как бы, по-моему, надо два патрона из имеющихся. Четырнадцати. Интересно сделать. Ну, как два? Три. Все. Знает из Чоппер, а вот Чоппер не знал позиции возле себя. Перфект коварно отыграл этот момент. Двенадцать четыре. Слушай, ну, с такими темпами карты Мираж, может, и не увидим. Нам будет тяжеловато, в принципе. Но позиция не в пленте, как минимум. Через ранбуст пытаются работать. Отвлекли Сипа. Кстати говоря, теперь Бумуча уже начинает терзать. Потихоньку нам бомбу сыграть дают. Все. Есть контакт. Все. Как в аптеке. Что хотели, то и получили. Декстер выходит и становится жертвой. Тринадцать четыре. Ждем девайсного команды Спирит. И это, возможно, будет вообще, в принципе, последний шанс вернуться на карту Мираж. Но еще раз, друзья, напомню, что карту Мираж пикали разденные побеждать. Под мини-карты он же, Радар, есть эта информация. Если вы вдруг забыли, вторая будет... Как будто всех тех проблем там и нет. Короче, в этом БО-3 три выбора Нави получаются. Проблема у Спиритов с Инферно. На Мираже уже видим проблемы. Вчера видели Даст с Гамбитами от Нави. Надо было пикотянчу, как Гомер говорил. Вот. Вот, да. Так бы сразу все другой разговор бы был. Или Вертига просто. Никто не играет ее. Пытаться удивлять. Но на Мираже вы сами все видите. Как бы хотелось бы нагнетать интригу. Все-таки Consolidation Final. Первое, второе, третье место осталось только на турнире. Но на первой карте интриги только в отдельных эпизодах разве что можно найти. А так все очень очевидно. Хочется, чтобы хотя бы просто включились для утешения собственного самолюбия команды Спирит под эту концовочку. Какой-то раунд из Министерства взяли. Ну, вот видите. 10 секунд фраг, 10 секунд фраг. По итогу последний. Заход коннект. Ух, Тор. Как это ты сделал? Предлагаешь. Спрей-трансфер такой был или что это вообще было? Повтор расскажет нам. 4 пули у Мира меня немного смущает. Зарелодиться было бы не лишним. Спасибо. На 3 оппонента. Увы, и все та же вот история примерно как на пистолетке. Ты можешь даже понимать позиции, но бомба лежит. И за ней еще нужно забирать. Как-то льняная электроника в нычку полетел. Догорел до электроника, просто чуть позже вышел. На Мир старался. Короче, кардинально меняется план. Но может быть, к исходному состоянию все же он вернется, и они пойдут на базу Б. Пока непонятно. Раскидывают окно. Смачком, электроник. Начекал до того, как гранат лопнуло это. Бит готов лавочку нейтрализовать. До сих пор дают стопящие гранат. Ну, как-то придумали вот одно, а сейчас по итогу спирит там приходится. Не, возвращается, возвращается под базу Б. Да, все, первоначальный план будет. То есть выманили соперника какое-то количество гранат. Возможно, думают, что там пару позиций сместили. Возможно, на точке А сейчас присутствует один. Пока лежал смачок на окне. Это можно было бы предполагать. Но теперь мидл проверили. И с шартаун смотрится, и с актаун посмотрелся. Все, и над базой Б2, и третий идет. Все гранаты Нави отдали. Нужно просто на стрельбу принимать в этом моменте. Бит, симпл. Уже по фрагу дают. И перфекты тоже минусуют еще сам до Янга. Все. Просто с разбега головой в стену влетели. Только что спирит своей атакой. Да. Ну, Нави продолжают просто играть всем тем, что у них есть на руках. До сих пор Фамос там фигурирует. Ну, погиб в электронике. Симпл это забрали. Нормально. Посмотрите на хп сейчас просто. Одна хаешка, и все. И спирит с карты вайпится. Ну, благо, далековато был перфекта с Мухае. И вот как-то что-то сейчас надо придумать. Да, большинство есть. Самда Янг сотый пошел под базу Б. Она пустая. Повторяет путешествие Бумача в первой половине. Тем же маршрутом. И тут может быть интересно. Ну, Бомба пока идет под яму, но как только инфа поступит. Или опять же Самда Янг, как самый сотый, пойдет замыкать спину. Не, все же решили база Б будет. Отталкиваться от инфы как раз-таки реально. Что, под Б никого не увидели? Нави надо бы уже начать подозревать. Что более разумительно, дойти Самда Янгу и двоих там, допустим, в спину забрать? Или сейчас на таких хп выдерживать ретейк, который, скорее всего, будет? Нави ничего не мешает его сделать. Так, ну вот, кстати, даже хорошо получилось. Бит, возвращаясь на базу Б, получает по голове. Вот у Нави остается двое перфекта. И Бумач уже в плент, ну, дополнительно одного перфекта пропустил. Сам Дай Янг там был. Понимание об этом должно в любом случае присутствовать. Начинают немножко параноиться за то, что суперковарные действия производят спириты. Где-то гуляет еще люркер. Ну, и во всех этих мыслях утопая, просто уходят на сейв. Не горячатся. Это прикольно. Ну, Нави изначально прогадались со своей ставкой. И тем самым загубили раунд для себя. Ну, такая зеркалочка за первую половину. То же самое и Нави делали один такой раунд. Был то же самое сейчас и спириты. Провернули. Ну, тут, как мне казалось, все-таки времени было так много, что кто-то из игроков Нави, ну, хотя бы поглядывать направление не было. Без двух энтри, которые вот на миду были, этого бы 100% не случилось. 20 на 7. Так, ну, окей. Пока выпутались, пока держатся на плаву. Ребята из Team Spirit. Хорошие энтри под флешку тиммейта. Разыграны четко, не без агрессии от самих рожденных побеждать. Пытаются, опять же, вернуться фрагом разменным. Молик у Декстера должен контролить до конца. Молик, кстати, догорал бы, поэтому приходится бету здесь тратить смог. Сидит в засаде по близости. У него есть снайперская винтовка Симпла. Симпла не увидел под собой соперника. Зато увидел Декстера вдалеке. Хотелось сказать, как бы не обжечься об этот момент. Очень много внимания приковано к комбинации в окне, в атаки. Просто пришел Симпл. Хотели забрать бета, не отпустить. Но, опять же, бит позвал старшего брата и все. Уже в большинстве защита. Мэджикс. Коннектор никто не смотрел. Вот это поворот. Есть бумач на тикетбоксе. Бомба, кстати, на апсах. Чоппер по-прежнему не уходит. Не знаю, разыгрывает ли кто-то близко яму. Но пока бумач не смотрит, бомба уже могла бы спрыгивать. Но нет. А чего ждут спириты? Ну, ждут, наверное, что Мэджикс сейчас отрежет кусочек какой-то халпы. Но два стикетбокса, один на базе Б. Надо выходить. И вот в этот раз у нами много гранат до сих пор есть на подобную приемку, на ретейку. Да тут сейчас враги могут полететь. Сейчас Симпл просто может принять на реакцию ковры. А там бомба. Ну, флешка нейтрализует это сопротивление на небольшой момент времени. Будет ли смог вообще в КТ? То, что все равно опасно. Молик совсем скоро догорит. Флешки уже закончились. Времени не так много. Может возникнуть у спирит паника какая-то какая. Перфекта! Был шанс вырубить эту бомбу. Бомба остается все равно. Остается последней. Ну, тут уже не отпускали эту ситуацию нами до последнего. 16-5. Рожденный побеждать очень легко. Закрывает свой выбор. Карту Мираж явно неспроста. Они пикали ее. Понимали, что у спирит. Он действительно получил первый. Он не спит. Он не спит. Он не спит. Он не спит.